Ир Валерьевич, а чем вы руководствовались, когда приглашали Григория поработать с труппой? Я могу сказать одним словом – профессионализм. Мне кажется, что этим всё сказано. Во-первых, я хорошо знал и знаю Григория по его работе в Мариинском театре. Он танцевал здесь, в этом театре, и танцевал блестяще, я считаю. И после того, как он переехал в Амстердам и стал работать там, он приобрёл очень много, действительно очень много приобрёл, очень много опыта приобрёл. И плюс к этому Григорий человек, который не останавливает себя в знаниях, он постоянно учится. Не просто так он закончил Вагановскую академию как педагог, не просто так он интересуется абсолютно всем, что происходит сегодня, происходило вчера и будет происходить в балетном мире. Не только в Амстердале, не только в Санкт-Петербурге и Москве, а вообще от Нью-Йорка до Сиднея и Мельбурна. Гриша старается знать всё, и это его очень сильно обогащает. Плюс к этому я не хочу как бы расхваливать его, я просто хочу сказать вот своё впечатление, что у человека есть талант. Вы знаете, как бы талант педагога очень сильно отличается от таланта артиста, от таланта танцовщика. Это абсолютно разные призвания, я не хочу сказать работы, это разные призвания. Так вот призвание учить у него есть, и учит он очень, скажем так, очень понятно. Он подаёт материал в такой доброжелательной, в такой интеллигентной петербургской манере, что этот материал нельзя не взять. И сочетание вот этой вагановской школы в смысле чистоты позиций, в смысле прекрасной работы верха, всё то, что присуще русской балетной школе и школе Агриппина Яковлевна Вагановой. Плюс ещё приплюсовывается у Гриши, приплюсовывается на знания, которые он приобрёл на Западе. Это традиционная сильная работа ног, это работа стопы, это выворотность, это определённая универсальная подача хореографии именно низом ног. И плюс русская школа, русская лирическая душа. Вот это, знаете, компиляция такая, это такой багаж накопить, это такие специалисты, мне кажется, очень дорогого стоят. Ну тогда возникает вопрос, который невозможно сейчас не задать. А у кого же вы учились в Вагановском училище? Я учился у Анатолия Геннадьевича Несневича. И один год последний я учился у Олега Германовича Соколова. И не могу не упомянуть своих педагогов характерного танца, потому что для меня было это очень тоже важным. Конящего и Генслер. И то, что касается сегодняшнего спектакля, сегодня ведь у нас Ромео и Джульетта. Да, да, да. Я учился актёрскому мастерству у Константина Михайловича Сергеева, который был первым исполнителем роли Ромео в 1940 году. Это с Гришей объединяет, потому что актёрскому мастерству меня тоже учил Константин Михайлович Сергеев. И это был первый класс, который он взял в школе Вагановой тогда. А я не знал, да. Это был первый класс, который он взял обучать актёрскому мастерству. И я... Действительно, вот мы сегодня вспоминали о том, что вот даже какие-то жесты сегодняшнего Капулетти... Мы узнавали. Мы узнавали Константина Михайловича Сергеева. Это Владимир Михайлович Кономарёв исполняет сегодня... Великолепный исполняет. Великолепный исполняет партию отца Джульетты. Это просто скульптурная совершенно вещь. Мы видели, какая потрясающая актёрская школа у него, богатейшая актёрская, уникальная актёрская школа. И вот мы с Гришей обсуждали о том, что жесты Сергеева присутствуют сегодня на сцене в воплощении Владимира Михайловича Кономарёва, заслуженного артиста России.